В ТРИЗ, теории решения изобретательских задач, используется понятие «идеальный конечный результат», сокращенно ИКР. ИКР представляет собой идеальную систему. В случае с техникой и технологиями это идеальная техническая система. Идеальная система — это такая, которая отсутствует, но ее функция выполняется. Может быть или нет такой системы? Вопрос неверный. В процессе решения задачи изобретатель встречает на своем пути противоречия. Любое развитие — это следствие разрешения противоречий. Все возможные противоречия можно разделить на три группы. ИКР недостижим, но к нему надо стремиться. Поэтому изобретатель в соответствии с ТРИЗ всегда ориентируется на него, когда пытается решить задачу и обойти противоречия. Первая группа противоречий, которую может встретить изобретатель, связана с экономическими, политическими, юридическими, этическими, культурными, психологическими, социальными и другими правилами. В ТРИЗ такое противоречие называется административным. Административное противоречие — это когда у вас есть потребность, но вы не знаете способа ее удовлетворения. Поэтому эту неприступную стену необходимо обойти, попытавшись преобразовать условия задачи для перехода к другим группам противоречий. При этом необходимо постоянно ориентироваться на ИКР. На этом шаге с целью удовлетворения потребностей требуется улучшить какое-либо свойство в имеющейся технической системе. Но в связи с тем, что существует временное ограничение уровня науки и техники, возникает противоречие, связанное с ухудшением других свойств этой технической системы. Такое противоречие в ТРИЗ называется техническим. Связано оно с одновременным ухудшением одних свойств технической системы при улучшении других. В инженерной практике такая задача решается методом оптимизации целевой функции. В ТРИЗ предлагаются приемы, позволяющие улучшать требуемые свойства без ухудшения других. Если техническое противоречие остается прочной непреодолимой стеной, то следует преобразовать условия задачи для получения противоречия третьей группы. При этом необходимо продолжать смотреть на ИКР. Третья группа противоречий связана с ограничениями, обусловленными законами природы. В ТРИЗ такое противоречие называется физическим. Физическое противоречие связано с тем, что к одному свойству технической системы или ее компонента предъявляются взаимоисключающие требования. В ТРИЗ предлагаются подходы для устранения и такого рода противоречий. Изобретателю остается изучить эффективные алгоритмы решения таких сложных задач, хорошо подумать и найти решения, соответствующие современному уровню развития техники и технологий, а также имеющимся ресурсам. Жмите кнопку «Подписаться». На все вопросы в комментариях по возможности будут даны ответы. Ссылки для помощи каналу в описании и закрепленном комментарии. Самое главное, продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер.